Здравствуйте, уважаемые коллеги, слушатели. Разрешите представить вашему вниманию онлайн-помощника, целью которого является подбор, поиск актуальных клинических исследований для пациентов с онкологическими заболеваниями. Идея организовать подобную платформу появилась еще в 2016 году, когда на круглом столе методологии клинических исследований, на котором присутствовали представители фармакологических компаний, представители пациентских организаций, представители Минздрава и врачи-исследователи, появилась мысль о том, что пациенты, к сожалению, недостаточно информированы о возможности лечения в рамках клинических исследований, и в целом не информированы, как вообще это происходит и как можно к этому приобщиться. И таким образом мы разработали платформу, которая уже действует с 2016 года, это уже третья версия, которая несет за собой следующую миссию. Это помощь пациентам в этом широком, обширном поле. Первым этапом для пациента является нажатие на самые простые красные кнопочки под названием «Найти исследование». Надо сразу сказать, что платформа достаточно упрощена, она нацелена именно на пациентов, которых заданы одной определенной целью. «Найти исследование». И таким образом, пройдя, нажав на эту кнопку, пациенту предлагается заполнить форму, которая состоит из нескольких позиций. Она тоже достаточно упрощена, и целью ее является сбор минимальных анагестических данных, которые позволят создать первичное представление о больном для того, чтобы в последующем начать отбор. Также хочу заметить, что в рамках этой формы предлагается выбрать состояние больного, иногда за больного заполняют его представители, родственники, для первичной оценки ЭКО к статусу больного, что является немаловажным условием для участия в протоколе клинического исследования. После этапа отправки формы начинается самый, наверное, серьезный и обширный этап, это анализ тех данных, которые, собственно, поступили. На этом этапе уже работаем мы, врачи-исследователи, врачи-онкологи. Собственно, по полученным данным мы можем дифференцировать пациентов по тому, что мы можем им предложить, соответственно. Ориентируясь при этом на тот реестр, который у нас есть, как внутренний реестр, государственный реестр клинических исследований, так и международный реестр, например, Clinical Trills Gov, где также собрана вся информация со статусами наборов и так далее. Но также не могу не похвастаться нашей собственной базой, которая сформирована на предыдущих двое мною озвученных реестрах. В общем-то, наверное, наиболее удобно является за счет того, что информация на нем активно обновляется, статус набора в частности. Надо сказать, что в период пандемии, когда наборы в исследования находились в таком очень шатком и интересном состоянии, когда необходимо было это мониторирование, она нас очень вручала. И также по ней можно сориентироваться о статусе набора в некоторых исследованиях и о тех исследователей, к которым можно обратиться, найдя, соответственно, подходящее исследование. Следующим этапом является непосредственно сопоставление тех данных от пациента и того исследования, которое мы ему подобрали. В процессе этого пациент получает, соответственно, ответное письмо, ответную информацию о том, либо нам удалось подобрать подходящее исследование. И в этом случае мы предлагаем пациенту по согласованию предварительно с исследователем получить информацию о клиническом центре, о том исследовании, соответственно, которое проводится. И, соответственно, после связи с исследователем у пациента появляется возможность очно явиться в центр для прескрининга. В случае же, если информации недостаточно, надо понимать, что в настоящее время клинические исследования достаточно сложные, говоря о критериях включения, во многих необходим определенный мутационный статус. Соответственно, мы также выходим на связь с пациентом и запрашиваем дополнительные данные. В случае же, если нам не удается помочь пациенту и подобрать ему актуальные исследования, мы просим немного позднее обратиться, либо предлагаем какие-либо опции. В ходе нашей работы с данной платформой мы сталкивались с различными проблемами, различными преградами, которые мы некоторые преодолевали, но некоторые, наверное, выделенные мной, являются самыми актуальными и, наверное, постоянно те, с которыми мы постоянно сталкиваемся. В первую очередь надо понять, что это малое количество исследований проводимых. В частности, пациенты часто обращаются с диагнозами достаточно редких злокачественных заболеваний, по которым найти подходящее исследование достаточно затруднительно. Также чаще обращаются пациенты интенсивно предлеченные, из-за чего также появляются такие затруднения. И также вот это маленькое количество исследований и ограниченное количество нозологий, которые есть в нашем арсенале, оказывают небольшие затруднения. Коммуникация. Коммуникация и со стороны пациента, и со стороны врача-исследователя. Часто сталкиваемся с тем, что пациенты, к сожалению, не всегда до конца информированы, что такое, в принципе, клинические исследования и что подразумевает этот процесс. Что мы можем при этом ему предложить, какие бонусы он от этого получает и в целом. То есть всё это сводится к информированности уже пациентов. Говоря о врачах-исследователях, надо всё-таки сказать, что в большинстве своём большое спасибо. Как правило, это очень контактные и приятные люди, с которыми можно сразу наладить связь и отправить к ним пациента. Но иногда в некоторых исследовательских центрах, учитывая то, что в нашей достаточно большой стране, связаться с исследователем оказывается достаточно сложно и отправить пациента тоже. И так плавно можем перейти к третьей проблеме. Это проблема очных консультаций. Опять-таки, возвращаясь к тому, что территории достаточно большие, исследовательских центров достаточно много, а пациенты обращаются с разных регионов, с разных точек, то их маршрутизация и их передвижение, соответственно, к исследовательскому центру для проведения консультаций, для принскрининговых процедур бывает достаточно затруднена как с материальной точки зрения, как для пациента, так и чисто с физической, потому что часто это бывает очень сложно, опять-таки, в период, допустим, пандемии. Скажу честно, не буду лукавить, в среднем обращений в день у нас, наверное, 10-11. При этом надо понимать, что то количество обращений, которое мы получаем, постепенно сужается с получением и оценкой той информации. И таким образом уже дальнейший прескрининг к этапу непосредственно подбора оптимального исследования подходит в рамках этих цифр около 4-5 пациентов. А те пациенты, которые выходят на связь с исследователем и которым планируются уже визиты и консультации очные, до этого этапа доходят, к сожалению, единицы. Но этим единицам зачастую удается получить самое инновационное лечение в тех исследовательских центрах, которые аккредитованы, зарегистрированы, зарекомендованы и обладают большим количеством различных бенефиций. И завершить свое сообщение хочу, представив вам клинический случай. Это клинический случай пациента с заболеванием легкого, который получает свое лечение, прошу обращать внимание, с 2017 года. И последнее обследование у него было в мае этого года. И, как вы видите, тот значимый регресс заболевания, который наблюдается на фоне получаемой терапии, иммунотерапии в рамках клинических исследований, просто не может не радовать и не может не мотивировать на дальнейшую работу как в рамках этого проекта, так и в рамках расширения этого направления. Спасибо большое за внимание.